Кокер-спаниель – характеристика английской породы. К породе кокер-спаниель относятся охотничьи и декоративные собаки. Изначально их разводили как помощника во время охоты. Со временем собакам этой породы удалось покорить сердце людей, и они часто занимают позицию полноценного члена семьи. История происхождения и интересные факты. Предками породы были испанские собаки, завезенные на территорию Англии в XIV веке. Их активно использовали на охоте для ловли диких птиц. В XVII веке селекционеры задумались над усовершенствованием породы и стали скрещивать их с собаками типа Кинг-Чарльзов. Официальное признание породы произошло в 1893 году, а стандарт утвердили в начале XIX века. Кокер-спаниель – селекционеры поработали над разновидностью спаниелей. В середине XX века была выведена порода американского кокер-спаниеля. Иногда эту породу из-за внешнего сходства путают с шотландским сетером. Про кокер-спаниелей существуют разные интересные факты. Вот некоторые из них. Собака на охоте выслеживает добычу стоя на задних лапах. Затем высоко прыгает, преодолевая заросли или сугроб и начинает преследование. В некоторых странах порода известна как птичий гончая. Благодаря развитому обонянию, их задействуют в правоохранительных органах, таможня, где они отслеживают наркотические препараты, взрывчатки и Т. Д. Американец внешне отличается от британского спаниеля. Стандарт породы – внешний вид. Общепринятые мерки стандарта данной породы следующие. Вес в пределах 13,5 – 14,5 кг. В возрасте одного месяца вес щенка составляет 1,5 кг. Рост кобеля в холке 39-40 см, сучки – 37-39 см. Шерстяной покров длинный, шелковистый, не кудрявый, но вьющийся. Подшерсток хорошо выражен. Окрас шерсти имеет разные вариации – одноцветный, пятнистый, черный, белый, шоколадный и Т. Д. Допускается шерстяной окрас от светло-палевого до темно-рыжего цвета. Наиболее распространенными считаются животные однотонного окраса. Дефекты и дисквалифицирующие пороки. Все отклонения от параметров стандарта считаются дефектами. К дисквалифицирующим порокам относят агрессию и трусливость. Животное с явными физиологическими аномалиями или отклонениями в поведении дисквалифицируется. Назначение породы и дрессура. Собаки-кукер изначально предназначались для охотничьих целей. Сейчас же они активно принимают участие в конкурсах и считаются выставочными. В выставках им удается занимать призовые места. Представители породы, несмотря на свою активность, любят обучаться. Они быстро усваивают новые команды, с их дрессировкой может справиться даже новичок. Единственное, что необходимо помнить, обучение командам должно происходить в виде игры. Приступать к процессу воспитания и дрессировки нужно с первых дней появления в доме нового питомца. При правильном подходе взбалмошный щенок за короткое время превращается в послушного домашнего питомца. Обратите внимание, при возникновении трудностей в обучении можно обратиться за помощью к профессиональному кинологу. Уход за шерстью. Из-за постоянной леньки вычесывать английского кокер-спаниеля приходится ежедневно. После тщательно проведенной процедуры отмершие волоски шерсти удаляются и внешний вид четвероногого сразу преображается. Шерсть при регулярном уходе всегда будет выглядеть ухоженной и блестящей. Собаке нравится процесс вычесывания. Английский испаниель не требует частых водных процедур. Частое купание сказывается на шерсти пса. Она теряет прежний блеск, а еще появляется перхоть. Вследствие сухости кожи возникает шелушение, что приводит к недовольству животного. Владельцу стоит уделять внимание стрижке испаниеля. Заводчики прибегают к профессиональной помощи грумера. Достаточно проводить процедуру раз в квартал. Правильная стрижка. Выделяют несколько техник для ухода за шерстью. Чаще всего их комбинируют. Стриппинг. Выщипывание шерстяных волосков специальным ножом. Плакинг. Волоски выщипывать можно пальцами. Клипервик. Ультракороткая стрижка машинкой. Блендинг. Срезание шерсти с помощью ножниц. Флетвик. Стандартная стрижка машинкой. Оптимальным вариантом стрижки считается обработка головы ножом для тримминга. Для туловища подходит стриппинг. Шерсть на ногах укорачивается ножницами. Волоски между пальцами также выстригают. Оптимальное питание. Рацион питания щенка должен включать необходимый процент медленных углеводов. Изначально его кормят молочными продуктами, кефир, творог, затем постепенно водят мясо, каши, овощи. По достижению шести месяцев решается дальнейший вид питания, натуральные корма или сухие. Сухой корм должен быть высокого качества, иначе организм животного не будет получать необходимого количества витаминов и минералов. Корм нужно приобретать не ниже уровня премиум класса. При выборе в пользу натурального кормления владелец должен заботиться о сбалансированном меню с необходимым количеством белков, углеводов, жиров и Т. Д. Взрослого пса достаточно кормить два раза в день. В его рационе должны быть такие продукты. Нежирное мясо – главный ингредиент. Суппродукты – сердце, легкие, морская рыба, овощи, морковь, тыква, кабачок, огурец. Не обязательно подавать овощи термической обработки, часто собака употребляет их в свежем виде. На регулярной основе собакам дают витамины. Какие именно и периодичность должен порекомендовать ветеринар. Важно! Категорически не рекомендуется кормить собаку сладкими, солеными, острыми продуктами. Выгул. Активный кокер спаниэль не может сидеть в заточении. Ему требуются регулярные прогулки с физическими нагрузками. Для места выгула больше подходят парки, посадки, где его можно отпустить с поводка. Основная характеристика английского спаниэля – охотник. Увидев птицу, он может начать за ней погоню, но услышав голос хозяина, послушается и вернется. Продолжительность прогулок должна быть не меньше 1,5 часа в день. Размножение и продолжительность жизни. Размножаться собаки готовы в 9 месяцев, однако лучше дождаться возраста вторых лет. В противном случае беременность будет проходить болезненно, и щенки будут ослабленными. Оптимальный возраст для размножения собаки – не более 10 лет. Хозяин должен следить, чтобы самка не рожала в год больше одного раза. Средняя продолжительность жизни составляет 15 лет. Она напрямую зависит от особенностей условий содержания и питания. Вязкой роды. Вязать спаниелей нужно в зависимости от разновидности и цвета. Если питомец коричневого цвета, пару нужно подбирать аналогичную. Оптимальное время для вязки – во время 2 или 3 течки. В первые дни течки сводить четвероногих не рекомендуется. Лучше это сделать на 8-10 день. Перед спариванием им нужно дать время для знакомства. Через неделю после оплодотворения встречу лучше повторить для точного зачатия. Беременность обычно протекает без осложнений. Спустя 2 месяца собака приводит потомство. В среднем около 5 щенков. За неделю до рода в будущей маме нужно подготовить теплое место, тревожить ее нельзя. Важно. Вязать нужно только здоровых и привитых собак, которые достигли физиологической и возрастной зрелости. Известные хозяева. Кокер Спаниель пришелся по душе американской актрисе Эшли Джатт, британке Кейт Беккенселл. Помимо них, порода покорила Вирджинию Вульф, Джона Кеннеди, Элизабет Тейлор, Эрнеста Хемингуэя, Джорджа Буша. Как выбрать щенка? При выборе щенка ориентироваться лишь на фото и стоимость будет ошибочно. Выбор лучше всего осуществлять лично, опираясь на следующие моменты. Возраст. Забирать щенка в возрасте до 1,5 месяца нельзя, он еще нуждается в материнской заботе. Животное старше полугода будет сложнее поддаваться обучению, поскольку оно уже привыкло к своему окружению. Пол. Самки послушнее кобелей. Поведение. Активный щенок. Здоровый. Если во время игры пес бросается на человека и других щенков, вероятно, он вырастет агрессивным. Стандарт. Кроме визуальных параметров заводчик должен предоставить документы на щенка. Чтобы убедиться, что щенок породистый, можно ознакомиться с его родословной. Щенок Спаниэля должен быть игривым, но не злым. Плюсы и минусы породы. Кокер Спаниэль имеет множество положительных черт характера. К достоинствам относятся. Внешность. Красота и статность не остается незамеченной во время прогулок. Интеллект. Развитый ум позволяет быстро учиться новому. Пес быстро может принимать самостоятельные решения. Любовь к детям. Спаниэль, как ребенок, готов резвиться на улице весь день напролет. Компания с детьми его не пугает, а наоборот, радует. Несмотря на плюсы, он имеет свои недостатки. Из них выделяют. Упрямый характер. Это врожденная черта, с которой можно справиться, воспитывая щенка с первых месяцев жизни. Лай. Некоторые представители породы много лают. Если это вызывает беспокойство со стороны владельца, можно проконсультироваться с ветеринаром. Уши. Необходим регулярный уход и осмотр. Кокер Спаниэль. Отличный компаньон, которого не страшно оставить с детьми наедине. Учитывая рекомендации по воспитанию, уходу и питанию, четвероногий друг будет на протяжении длительного времени дарить позитивное настроение. Продолжение следует.